Ну что, друзья, мы скромным коллективом из трёх бойцов движемся на передовую научно-технического прогресса в город Маунтин-Вью. Тут выяснилось, что молодые люди умудрились приехать через весь мир практически задаром. Рассказывайте, как вышло. Рассказывайте. Громко рассказывайте. Рассказывайте. А то, знаете, скажет, вроде рассказал, а не слышно. Да. Дошло дело до покупки билетов. Начали мы искать сайты, то есть посмотрели в YouTube, что люди пробуют, где ищут. Skyscanner, то есть это вот сайт, на котором мы нашли билет. Я извиняюсь, а нельзя было пойти к travel-агенту, чтобы он доставил билет? А дороже. Почему? Потому что всегда дороже. Ну, не знаю, дороже. Ну, как-то так у нас. Вот через интернет дешевле купить. Если ты сам что-то делаешь. Да. Мы нашли билет, допустим, там сайты, оно ищет по всех сайтах, по всех авиакомпаниях. Да. То есть и с Украины мы указывали Украину в поиске. Так. То есть билеты, но билет с Милана. Не с Киева, а с Милан. А где вы указывали Украину в поиске? Ну, вот в Skyscanner там выставляются параметры, допустим, мы из Украины, но лететь хотим из Милана. Я думаю, что это не должно влиять на стоимость билета, что вы из Украины. Вот. Разница в чем? Дальше. С Украины, из Киева ставлю аэропорт с Киева. Билет дороже, чем с Милана. То есть там выходим. Да, через Турцию. Через Турцию, да. То есть, грубо говоря, так. Долететь из Киева до Стамбула дороже, чем из Милана до Стамбула. Ну, выходит так. Да. Как интересно. Так. Ну, вообще, с Украины все билеты были вдвое дороже. То есть, если... И плюс еще с долгой пересадкой в 13 часов. Мы сидели в Стамбуле два с половиной. Ну, как сидели? Пока нашли гейт, все. Вот. Два с половиной это нормально, но не 13 же. То есть, стойте. Два с половиной часа у вас прошло между прилетом и отлетом? То есть, это на самом деле не так много времени? Конечно. То есть, надо взять багаж там... Нет. Без багажа. Багаж уже ушел, да? Ушел. То есть, нужно... Ага. Понял. Вот. То есть, надо было прилететь, перейти на новое место и там... Засесть. Так. Хорошо. Просто с Киева долететь, допустим, до Сан-Франциско, билеты, это идет через Нью-Йорк, 19 часов пересадка. И если через Турцию, то было сколько? 29 часов пересадка. А через, например, Лос-Анджелес никак нельзя? Вот у нас, например, люди, когда из Москвы летят, они летят из Москвы до Лос-Анджелеса. А оттуда уже вот тут час лету. Такого нет? Ну, мы все искали. Может и даже такое. То есть, мы все варианты, все смотрели. В итоге, назовите, назовите цену вопроса. По чем летели? 800 долларов. В одну сторону. В одну сторону за двоих. 800 долларов за двоих. А мы покупали за 5 месяцев с половиной. А если бы вот за 5 месяцев с половиной покупали какой-нибудь через Франкфурт, это все равно бы стоило намного дороже? Еще дороже. Мы просто смотрели уже потом. Все зависит еще. Ну, вот сейчас, месяц назад, все дороже. И там еще идет по датах. Вот, допустим, мы купили билет на 28 число. На 29 число уже турецкая авиалиния дает на одного человека 56 тысяч. Было гривен. Я не знаю. Я не знаю, что это. Ну, пусть будет, да. Это будет где-то полтора тысячи долларов. То есть, разница в один день и уже резкий взлет. То есть, да, меняется. Ну, как-то так. Есть у них какие-то свои... Не знаю, как оно. Ну, то есть, вы в некотором смысле везунчики. Единственное, я начинаю думать, если человек хочет из Киева прилететь в Сан-Франциско, то стоит ли ему ехать сначала в Милан? Или все-таки ему надо из Киева этот билет купить до Милана? Я думаю, из Киева лучше ехать как удобно. Мы почему еще так подумали? Ну, как бы и дешевле, и у мамы хотели остаться еще. Просто мама летали. Ну, это лично так субъективный наш подход. Как мама к мужу-то относится? Очень хорошо. Ну, то есть, одобрила ваш выбор? Одобрила. Полностью. Мама симпатичная? Очень. Очень. Так, хорошо. Красавица у меня. Да вы что? Да. Да. То есть, понятно. Теперь откуда? А у вас есть сестрички? Нет, одна. Что же вы так-то? Ну, одна. Вот дает. Ну, так вот. Мама красавица, а дочь одна. Правда. Действительно, как-то... Правда, вы смотрите, люди что творят? Да. Ну, мама не говорит, эх, надо было двух. Нет, не говорит. Ну, уже ладно, привыкла. Да, да. Но она... Что вам мама говорит? Какое напутствие? Она рада, что вы выиграли в лотерею? Или она говорит, ой, что вы, вам там нечего делать? Зачем вам эта Америка? Нет, она кой не говорила. Наоборот, она поддержала. Так. Едьте, пробуйте, обустраивайтесь. А ваши родители что сказали? Тоже не отговаривали. Нет, ну, они не переживают. Они говорят, как же вот внуки там, понимаешь? Ну, как бы, тяжело всем, как бы. Уезжаем, да, нас не будет рядом. Но ничего, это наша, как бы, семья, нам надо тоже жизнь устраиваем. Хорошо, хорошо. Так. А вот друзья какие-нибудь за вас там порадовались? Или вы так тайком? Немножечко... Ну, не тайком, но как бы мы не считали, что это должны знать. Что весь город? Повесить баннер на центральной улице. Сколько народу там? Городок маленький. Сколько народу? 100 тысяч. Нет, больше. 100 тысяч? 100 тысяч? Мне кажется, 100 тысяч. А что-нибудь там есть достопримечательное, кроме исторических достопримечательностей, город древний? А вот что-нибудь есть там такое? Я не знаю, университет какой-нибудь? Или там, ну, какое-нибудь производство, не знаю, микросхем последней версии. Ну, что-нибудь есть у вас там? Ну, кроме девчонок мы уже поняли. Ну, да. Да. А так вот. Там завод. Какой завод? Цементный. Цементный. Её маню. Это завод продан немцам. Хорошо. Давайте так. Люди, которые там живут 100 тысяч, они чем заняты вообще? Где работают? Много людей за границей. Вот это та самая Италия, которые выезжали. Много выехало сейчас в Польшу. Ну, они как бы временно туда-сюда, да? Катаются, кто переезжает, обустраиваются за границей, переезжают, забирают семью. Ага. Так, городок маленький, работ нету. Угу. Нету работы, куда бы можно было себя, вот, допустим. Это та часть Украины, которая была забрана у Польши в 39-ом году или это, как вот? Ну, скажем так, Львов, допустим, если брать Львов. Да. Да, он больше туда, они все, как бы, люди и за границей, у них открыта территория, да, Польша. Нет, я понимаю, но вот город, да, сам по себе город, он исторический, он был в Польше после Гражданской войны? Или он был все это время в составе Советского Союза? О-1, Сау. Его не забирали у Польши? Вот, в 39-ом. А вот я не помню. Окей. Ну, хорошо. Не скажу, не буду... Ну, хорошо, люди, которые там живут, у них идентификация, самая идентификация такая специфически украинская или такая украинско-польская, или какая-нибудь там как-то вот с какими-то корнями там в Австро-Венгрии, ну, что-нибудь такое там есть? Вот старина там же европейская, там же не старина какая-то, там польская старина, да? Ну, да, там польская. Даже есть, что, костел есть польский. Именно поляки вот приезжают, они его сделают. А какой-нибудь замок, может быть? Замок, замка нету. Нет, ну, в конце концов, крепость вот эта наша. Вот крепость есть. Да, вот эта крепость, которые приезжают и... Нет, крепость наша. Украинская? Да. А от кого вы ее там? Вот это как раз крепость и, по-моему, отбили ее тогда у поляков. То есть была польская, стала украинская? Хорошо. Ладно. Так, народ в целом там жизнерадостный или как-то вот не обязательно? Ну, до последних, до последних событий, например. До последних? Да. Хороший. Хороший. Все отлично. Так. А сейчас как-то помрачнее? Ну, конечно, если вся твоя зарплата уходит на коммунальные... Ну, правда. Выросли коммунальные услуги? Хороший. 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 Или упала зарплата? Ну, допустим, если минимальная зарплата... Две пятьсот? Две пятьсот? Две пятьсот? Две пятьсот не складывается. Ну, это правда, да. Вот так вот. А кто зарабатывает? Вот кем надо быть, чтобы хорошо зарабатывать? Ну, кроме как украл там чиновник какой-нибудь. Вот просто люди, которые работают и зарабатывают. Ну, программисты зарабатывают? Да. Зарабатывают. Есть программисты? Ну, в Каменце мало, в Мельницком уже туда больше. Но есть. Ну, в Мельницке это областной центр? Да, областной центр. Там есть. Хорошо. То есть... Даже из Каменца уезжают в Мельницкий. Программисты? Да не только. Вообще вот люди нашли работу в Мельницком и едут. А вот в Мельницкий, если сравнить с Каменцем, они чем-то фундаментально отличаются, кроме размеров. Вот комфортный город в Мельницкий? Там красиво, хорошо, уютно? Город большой, но не комфортный. Я бы в Мельницком не жил. Так. Он как бы... У него и такое расположение какое-то... Ну... Не то. Не то. Так, хорошо. То есть вот назвали Хмельницким, а так как был Проскуров, так и остался? Да. Так, хорошо. Значит, а вот у вас вот в маленьком, так сказать, уютном таком семейном городке, где все друг друга знают. У вас есть такое, чтобы, допустим, по утрам ходили там, например, и молоко свежее, вот с утра надоенное разливали там в банке? Нет, ну это уже такого нет. Такого нету. Раньше было такое, сейчас такое... Так, сейчас молока нет или просто как-то... Молоко есть, но уже все продают на базаре. Как бы есть базар, рынок. Базар играет важную роль в жизни этого Каменца, Каменецка. Каменца. 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 Наверное, играет. Много людей торгует на базаре. Но они торгуют с душой или просто стоят и продают? Поговорить, знаете, чтобы так уже за жизнь, поругать правительство. Одни приходят поговорить на рынок, чтобы там они сидели. Так. Вот вышел себе на рынок, там у него есть компания, они себе сели, поговорили. Компания? Ну, компания как бы... Друзья. Друзья, да. Так, хорошо. Поговорили, обсудили. Одни так, одни приходят, чтобы заработать денег. Угу. А другие просто время провести. Такой вопрос. Сейчас много народу с личным автотранспортом, там какой-нибудь автомобильчик, вот это распространено или все-таки очень многие семьи живут без автомобиля? Нет. Автомобилей в Каменце много. Так. Но у местных жителей? У местных жителей, да. Так. Ну, а есть там вот такое, что мужики там в гараже собираются в гаражах, там выпьют, там как-то там ногами попинают колеса, там что-нибудь там, не знаю, прикрутят, открутят. Не знаю. Нет такого? Нет. А что есть? Рыбалка есть, грибы есть? Рыбалка есть, грибы есть. В чем, в чем рыба у вас? В каком водоеме? Речка Днестр. Это у вас прям Днестр идет? Да. Вот эта вот большая речка? Да, да, да. О, ты смотри. И что, и рыба есть? И рыба есть. И до Молдавии доходит часть или все у вас там? Нет, рыба есть у нас и до Молдавии есть. И парон даже был до Молдавии. Да вы что? А у вас принято ездить в Молдавию? Ну вы таким не занимались. Нет, мы не занимались. Мы не занимались. Мы не знаем, или люди ездят. Ну просто съездить в Молдову, съездить там венца, венца хорошего. Или у вас там люди в погребах тоже делают? Тоже делают. Тоже делают. Так, то есть растят виноград? Есть люди, да, у которых, люди как бы выкручиваются, занимаются, вот и сады садят с яблуками, яблоко, персики. А что потом продать можно или что? Не продают. Ага. Продают, даже за границу отправляются вот яблоки. Есть большие сады и отправляются. А, то есть это уже коммерческое такое растение и водство. Садоводство, да. Хорошо. Ну что же, а что там у вас? Пшеничку там растет? Растет пшеничку? Растет, поля есть. Пшеничка. Так, что там? Что еще растет? Кукуруза? Растет. Кукуруза есть. Так. Подсолнухи. А что, все ходят семечки вот так? Да. Подсолнухи. Подсолнухи есть. Рипак растет очень много. Что его? Рипейник? Ну это желтый, наверное, рипейник по-русски. Желтый что? Ну он такие поля и все желтые. Это трава такая? Да, высокая трава. Рипак. Рипак. А польза какая с него? Что это, кормовое что ли? Это не кормовое, это куда-то его добавляют. Вот я не помню к чему его добавляют. Рипак. Рипак. Друзья, у нас в комментариях, кто знает, что такое рипак, скажите прямолинейно, чтобы все знали такое слово. Рипак. А вот у вас используется такое слово, например, как шуфлядка. Шуфлядка? Да. Используется. Правда? Да. Вот в России никто не знает такого слова. Я сталкивался вот с людьми из Белоруссии, из Украины, они знают. А в Москве такого слова нет. В Москве это просто комод, ящик там, да, подвижной. Шуфлядки не знают. А они, друзья, называют это шуфлядкой в некоторых местах. Шухлядкой. Шухлядкой. Так. А какие-то есть у вас слова, которые специфические вот в вашем городе? Вот как, например, в Харькове. Тю. У вас есть что-то такое? Нет. А тю говорят? Тю. Нет. Нету. Тю нету у нас. Так. А какие-нибудь у вас есть там знаменитые письменники какие-нибудь местные там? Я не знаю. Ну, что-нибудь такое. Может, у вас памятник какой-нибудь обалденный там? Ну, ничего такого нет. Ну, не деревня же все-таки. У вас город сто тысяч человек. Хороший. Слушай, а больше в частных домах больше люди живут? Есть и в частных, но больше все-таки в многоэтажках. А, окей. То есть многоэтажные дома. Понял. То есть не то, что в каждом дворе там корова там или что-то. Нету. Городе такого нету, да. Именно город. Это прям город-город. Так. Но особенного ничего нет. Красивый, хороший город. А куда же девчонки-то красивые? Им-то как быть? А вот так вот. И живут девчонки. Ха-ха-ха. 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 Ну, наверное, все в лотерею играют. Наверное. Но мальчики хорошие есть там. Ваш, понятно, вы себя оторвали, но вообще есть девчонки там находят себе мальчик? Хорошие есть мальчики? Ну, наверное, с мальчиками большая, большая проблема. Да вы что? Девчонки. А что, они пьяные? Пьют в общем? Нет. Ну, не нужно. Выпивают. Горелку пьет. Ну, наверное, не смотрят в будущее, не думают о будущем. Просто вот. Живут себе? Ну, вот так вот. Вот так вот. Ну, то есть нормально. Да, все хорошо у них. Ну, то есть ничего, что бедно, но все равно хорошо. Да, да. Наверное, так. Так вы же их и балуете. А куда же они? А им ехать никуда не хочется, они вот так выйдут на улицу, на вас поведят и говорят, куда ж теперь поедешь? Зачем? Нет. Ну, когда вот все на месте. Ну, да, да. Самое главное это вот оно рядом. Ну, есть разные люди, как везде. Ну, да. Ну, что ж, хорошо. Вы сколько в пути-то уже? Друзья, это они, это они, знаете, сколько они в дороге? Ну-ка, рассказывайте вот. Ну, наверное, больше, чем 30 часов, да. Вы выехали с времени в 6 часов вечера. Какого числа? Ну, мы просто путешествуем сейчас во времени, потому что сейчас 28-й. 27-го числа мы выехали в пол-седьмого. Нет, давайте, давайте так. Давайте так. Вы сколько летели вот из, если взять Милан, Стамбул, Стамбул сюда? Вот сколько времени? 18,5 часов. Всего. 18,5 часов в полетах. Ну, да. А тут еще и добраться надо было до... До Милана. До Милана. И здесь тоже надо добраться. И здесь вы еще полтора часа стояли там, проходили досмотры всякие. То есть, грубо говоря, вы сутки. Да. Вы еще, так мои, молодцы, сутки всего. Если из Милана в Турцию, то все там... Хорошо, что вы там в Индию не влетели. Вот. Ладно. А еще до этого 3 дня мы собирали вещи, спали и не ели. Так не скажешь, что у вас столько вещей тут, чтобы 3 дня собирали. А там все грамотно. Там же все по лимиту. Чемодан... Все, наверное, пересчитывали вечно. Все пересчитывали. Ха-ха-ха. Я сейчас упаковать, я такой, разве что. Да, понятно. Это берем, это не берем. Ну что же. Хорошо. Хорошо быть молодым. Да. Пока переважили все чемоданы. На человека сколько... А вот эта вот зеленая пленка, это что, всем так там? Ну это просто такая пленка такого цвета в этом аэропорту. Ну подождите. Клапаем. Всем, да. Ну вот ваш рейс шел. Я никого не видел, чтобы у кого-то пленкой было. Стамбульский рейс, ни у кого не было пленкой. То есть это вам в Милане перевязали. Да, в Милане, да. Но в Стамбуле, например, людям не перевязывают. Ну может перевязывают, но белый. Так нет же, вот мы же их видели, вот они идут просто. Ну я не знаю. Мы хотели запаковать, мне так было спокойнее. Так, русская... Она не читалась много, что чемоданы не долетают. Або открывают чемода. Долетели. Долетели, слава богу. Бывает, бывает. Слушайте, вы просто прекрасно. Вот я вас так взял сразу и поехали. Никаких проблем. Единственное, друзья, одна проблема была. Им не сказали welcome home. Не сказали. Не сказали. Но мы их простили. Я знаю, что произошло. Там мужик был или девочка? Мужик. Мужик. А вон его шарики слетели, потому что он вас увидел. И все. И забыл, что надо сказать. И что-то он говорил. Там хорошее, доброе говорил. Да. Что говорил? Хорошего дня. В общем, всего вам хорошего. Но welcome home не скажешь. Потому что заговорился. Да. Мы когда подошли кофе брать, там стояла девочка. Она такая, знаете, кругленькая, щекастенькая, хорошенькая, гладенькая. Не знаю, лет тридцать может быть. Латинского такого вида. И как это она грустная была. Кофе наливала и как-то без энтузиазма. Я ей говорю, наверное, тебе комплименты целый день делают. Она мне так испугалась. Мне. Я говорю, ну да. Она говорит, нет. Я говорю, как нет? Я говорю, те же нам все время говорят, что ты beautiful. Она говорит, никто не говорит. Я говорю, ну вот я тебе скажу, тогда за них за всех. Они стесняются. И она бедная так расцвела. И так вот, да. А если бы каждый так говорил, она бы сказала, боже, жизни от них нет, все пристают. И как для глупости всякие рассказывать. А так приятно было. Так улыбнулась, правда? Правильно. Вот она улыбнулась. Так что. А вы нибудь улыбались этому-то, да? Кто там таможенный досмотр? Ну вот и все. Вот он и съехал. Друзья. Это же, знаете, жизненный опыт. Я сразу вычисляю. Какие проблемы. Да. Так что. Что-то так. Да, да, да. Так, а что вы знаете о нашей школе вообще? Вообще, какие у вас сведения примерно? Почти полные. Откуда же у вас? Ну, мы смотрели очень много видео. А может быть я все вру? Может я специально? Мы вам верим. Вот они умеют, понимаете? Они умеют, вот так. Ну, правда. А вот некоторые смотрят и говорят, все врет. Да. Ну, в этом не считаем. Разные люди есть. Вот. Видите как. Ну, ладно. Раз верите, значит, будет вам, как-то по вере вашей, воздастся вам. Да. Это правда, да. А которые мрачно и ходят. Ой-то, господи, боже мой. Дай бог здоровья. Ну, что можно сделать, я не знаю. Да. Есть люди с каким-то таким вот низким уровнем энергии. И они даже бывают вот не то, что негативные, а просто какие-то вот… Тяжелые. Тяжелые, скукоженные такие, знаете? Да? И бывает человек скукожился, потому что обстоятельства жизненные его сдавили, а так он в принципе-то… Вобывание. Боевой, да. Ну, так вот раз и плохо, понимаете. А тут… А бывают ли всю жизнь такие? И ничего сделать нельзя, понимаете? Это тут как бы сказать, что можно. Да. И он тоже вроде он хочет, и он в том смысле, что он бы хотел, чтобы вот откуда-то это все взялось. Ну, чтобы там вот что-то делать, да еще с энтузиазмом, да еще чтобы рваться в бой, да еще чтобы… Всегда надо рваться, а не сдаваться. Надо быть на позитиве. Ну, чтобы не сдаваться, надо, чтобы тебя кто-то атаковал, понимаешь? А как… Когда ты просто… Когда ты просто живешь и… Вроде… Ну, как… Сложно. Да. Это, знаете, вот этот… Моисей, когда народ выводил из Египта, понимаете? Там было сразу как бы три сущности присутствовало. Значит, первая сущность была сам Моисей, который вел народ. Во-вторых, был народ, который он вел. Понимаете? Вот есть Моисей, есть народ и есть Бог, который ему говорит, давай, мы тебя поддержим. А когда ты в эмиграции, то ты как бы сам все три. То есть, ты сам себе Бог, да? Ты сам себе говоришь, ну давай. Ну да. Потом, ты сам себе народ и ты сам себе Моисей. Понимаешь? Ты должен сам себя вывести из этого состояния. И вот это трудно, понимаешь? Потому что сразу за троих-то все. Вот. Поэтому так. Это сложная мысль, что у Васовской надо еще обдумать. В общем, это все как бы не сложно, но с другой стороны вот этот переезд и, в общем, это и нелегко, скажем так. Я Вам скажу все относительно. Вы молодые. Да, представьте, Вы были на 20 лет старше. Уже другой разговор. Представьте, что у Вас было бы уже двое детей. Со всеми еще. Со всеми, ну да. А представьте, еще там какая-нибудь мазер-ин-лог, которая Вам. Свекровь типа. Которая Вам еще там что-нибудь гадости говорит. Нет конкретное, а в принципе. У людей-то есть всякое. Бывает. Бывает. Вот. Поэтому и все живут там в двухкомнатной квартире. Понимаете? Потому что денег нет. Поначалу. И вот. Поэтому Вы вполне ничего еще, я считаю. Вы так просто как огурчики. Вот. Ну что же, друзья. Надо сказать, что мы все это время ехали неплохо. И, может быть, это было правильным решением. Обождать немножко. Попить кофейку. Да, попить. Не то, чтобы мы едем быстро. Вы видите, мы да так можем и постоять. Немножко там и все. Но. Но. Вот сейчас 7.30 вечером. А какое у Вас впечатление первое? Вот Вы смотрите вокруг. Вот. Ну. Мне лично похоже. Да. Немножечко. На Италию. На Италию. Ну вот. Автострада, да. Ну как. Хайвейт. Да. Немножко больше. Немножко больше. Да. Немножко больше. Вот Кремниевая долина. Виноградники это надо отъехать немножко. Но. У нас когда виноградники это именины сердца. Понимаешь. Праздник такой. Фиеста настоящий. А там ну виноградники они стоят там. Или здесь например ты заходишь там в овощной магазинчик. И там глаза разбегаются от фруктов, овощей и так далее. А в Италии даже на фармерс маркете где-нибудь там. В старинном даунтауне таком там. Ну это там все это классно. И смотришь вроде такого выбора близко нет. Причем рядом же вот Франция. Вот во Франции там просто взрыв этого всего. Понимаешь. Не так странно было. Неожиданно. Вот. Но. Но Италия конечно очень симпатичное место. Очень. Особенно вот когда горы там вот это северное. Вот эти озера. Да. Ой-ой-ой. Шикарно. Ну так как бы не чуждо. Скажем так. В общем комфортно. В Италии? Нет здесь. А здесь. Как домой. Тут видите. Да. А мы так и ехали. Какое-то такое было впечатление. Мы вышли. Даже в самолете мы летели. Есть такое чувство там. Седьмое, восьмое, девятое. Или десятое. Понял. Слушай. То есть вы едете. Ой. Мама. То есть вы сюда едете без мысли о том. Что вот какого-то числа там будет группа. В которую вы собирались попасть. То есть вы едете. Потому что билет купили пять месяцев назад. А там уж какая группа будет. Нет. Мы именно группу хотели. Так что через три недельки. Это что ж такое-то. Должна была быть. 22-го. 22-го. Желание. Окей. Вы знаете, что когда вдвоем. То там со второго половины. Знаем. Хорошо. Мы с нами так обрадовались конечно. Что тоже. Не миллион, но тоже денег. Да. Значит вам надо снять будет жилье. Вы на сколько гостиницу снялись? За неделю. За неделю. За неделю. На восемь ночей мы сняли. Ну шикарно. Значит завтра. Так зайдете в офис. Да. Мы там все. Ну с десяти утра мы начинаем. Ну я обычно там ближе к одиннадцати подхожу. Значит придете в офис и я вам письмецо дам, что вы к нам, а не просто так. Спасибо вам. Да, да. Это вам выйдет в то, что вам меньше денежки надо. Меньше депозит. Да. Да. Нас тут все знают. Мы как бы местная такая. Спасибо большое. Распределительная сила по жильцам. Вот. Теперь что? Машина. Машина, ну это не пожар. То есть вы поселитесь рядышком там где-нибудь. Ну да. Вам объяснят как искать жилье. У нас в офисе сотрудники, они очень грамотные. Они вам скажут тут, тут смотри. Да, кроме того, что у нас есть еще в офисе заявки на румейтов. То есть может быть у них там прямо даже что-то лежит. Такое, что вы сейчас позвоните и поедете туда. Мы наверное хотели отдельно. Маленькое. Ну маленькое отдельно может стоить тоже какую-то денежку. Понимаете? Так. А не пойти ли нам направо, друзья? Потому что оно ведет скорее всего туда, куда нам надо. Вот это было бы очень хорошо. Хотя машинка говорит, чтобы мы выходили на Рэнгстерф. Ну а мы выйдем раньше. Вот так. Потому что если это напротив школы, действительно. Ну мы смотрели по Гарди напротив школы. Google Maps. Так. Был в этот. А как называется это? Бест Вестерн какой-нибудь? Не, Mountain View Inn. Mountain View Inn. Он был на ремонте. Мы его еще давно приметили, но он был закрыт. Ага. Мы смотрели даже по Google Maps. Там ремонт шел. Вы не представляете, насколько подорожали гостиницы за последние года три. Вот три года назад можно было снять за номер. Ну вот вы могли снять там допустим за 60 долларов. В гостинице не то что там в палатке. Ну вот это самое дешевое. Восемь ночей тысячу. 120 в день. Да. Ну это самое дешевое. Это даже... Тысячу сто выходят с налогами всякими. Ну понятно, да. Ну вы знаете что, если вы съедите раньше, то они вам вернут. Да, да. Вы не обязаны там платить за то, что вы там не находитесь. Вы можете в принципе за пару дней вполне обойтись. Значит завтра будет четверг. За четверг и пятницу вы вполне можете найти. Тем более, что суббота у них тоже рабочий день обычно в комплексах вот этих. Вот поэтому... Ну там же дальше праздники, выходные дни. Мы смотрели 4 июля. Ну вы перестраховались, что разумно. Так. Ну там чтобы жилье искать надо же карточку, да? Еще в банк. Как бы сделать карточки. Карточку. Ну банковские. Ну вы завтра откроете счет в банке завтра. Вам ничего для этого не надо. Пришел и сделал. Да. Вот. Там нужно два ID с карточкой. С фоткой. Там допустим паспорт и права водительских есть у вас? Да. Все. Вот у вас два ID. Значит заведетесь и счет в банке. Ну как бы грин карту мы заполняли отдельно. Мы не были женаты. Вы заполняли два разных заявления. Но не как семья. Не как семья. По отдельности. Так. Вот. И пришел как бы уже месяц май. Там с какого? С третьего числа уже результаты можно было посмотреть. Так. Это я настоял как бы посмотреть. Вечером было 12 часов по моему ночь. И. Год назад. Да. Давай говорю посмотрим. Так. Вот. Надя ввела свои данные. Не выиграл. Так. Как бы был отказ. Потом вводят мои данные. Бинго. Есть. Что-то написано. А я такая сижу. Сижу. Сижу и думаю. Сейчас уедет. А я что? Нет. Нет. Я сразу сказал. Так. Я без нее никуда не еду. Если ты не едешь. Оставляю и не играю. А чтобы вам раньше не жениться. Я не понял. Что же вы так? Ну мы просто. Как сказать. Я бы на вашем месте не оттягивал. Потому что. Знаете как. Это что такое. Так. А сколько вы встречались? Ну мы друг друга знаем. Восемь лет. Да. Восемь лет. Нет. Ну знаем. Но вы. Ну как бы. Таки да знали. Или так знали. Но вы вместе были? Вместе. Вместе. Восемь лет нет. Восемь лет нет. Вместе где-то два с половиной. Два с половиной года. Подождите. А что же вы делали до этого? Так вот. Так вот были такие. Эти как его. Непрекайзные. Нюансы. Нюансы свои. Непрекайзные. Итак. Идете вы в посольство. И говорите. Мы не просто так. А мы. Реальная пара. Так что ли? Как было? Вы же должны. Вы должны были как-то показать. Что все-таки вы. Ну. Мы расписались. Так. Я поменяла паспорт. Так. Фамилию. Подождите. У нас вот есть парнишка один был из Молдавии. Он вот тоже так женился. Да. А ему нет. Ему дали визу. А жене нет. Жена на следующий год выиграла. Да? Да. Ага. Но я к чему говорю. Вот они женились. А как-то у них не получилось. Тут просто как получается. Пришла первая бумага. Вот на меня выиграть. Дальше мы заполняли эту анкету ДС-260. Уже на двоих. Как бы как семья. Так. Уже ее данные. Уже она поменяла фамилию. Паспорт другой. То есть. Все. Анкета ушла уже как семейная. Тем не менее в посольстве они должны были по протоколу. Убедиться. Что вы реальная пара. А не то что вот там за деньги или там как-то еще. Мы фотографии сделали. Все что там. Распечатки. Скриншоты. Так. Вообще ничего не попросили. Не посмотрели. Она только спросила сколько мы знаем. Ну сколько мы вместе. Да. Она сказала там. А вы может у вас на фейсбуке там давно аккаунт какой-то общий нет? Вот что интересно вот. У нас нету переписки даже не было. Мы как бы только так. По телефону у нас нету такой. В вайбере есть переписка. И то мы поустанавливали другие. У нас новые были телефоны. И истории вайбера нету. Угу. Поэтому вообще там не было никаких там. Ну были фотографии там. Поездки совместные были? Да. Ну да. Поездка очень была. Вместе? Вместе. И в паспорте стоит все. В печати. Да. Ну так а чего? Хорошо. Итальянская виза стоит. То есть мы вместе заезжали выезжали. То есть паспорт пропечатан. Ну отлично. Отлично. То есть вы как бы не вызвали сомнений как пара. Так. Никаких. Скорее всего так. Нам сказали сразу. Она сказала посол. У вас документы с документами все хорошо. Так. Ваши визы одобрены. Так. То есть она даже не пыталась вас что-то спросить. Вообще. Вообще ничего. Она боялась что вы что-нибудь не так скажете. Наверное. И придется вам отказывать. Вот она. Поэтому говорит. Эх. Ладно уже. Да. Слушайте мы приближаемся. Вот это справа наша школа. Вот здесь. А где ж тут ваша гостиница. Хотел бы я знать. 2300. Mountain View Inn. Вот это. Это? Таки да. Слушайте. Прям возле школы можно сказать. Как вы. У нас была одна. Потом другая. И мы отказывались. И когда появилась эта. Да. И мы быстренько эту. Я понял. Ну что же. Вот она. Есть. Не убавить. Не прибавить. Друзья. И кстати номеров уже нет. Как это видно? Как это видно? В букинге ни одного номера свободного нет. И где же нам встать-то? Тут офис должен быть. Правда? Не может быть гостиница есть, а офиса нет. Конечно. Обратно. Так. Ну мы не можем встать на парковку инвалидную. Но мы встанем где-нибудь там. Давайте дальше отъедем. Там вроде есть места. Сейчас станем. Пойдем. Друзья. Пойдем. Выяснять отношения. Так. Все. Расстаемся. Я переключаюсь на другую камеру. И в общем-то это еще не все. Оставайтесь с нами. Да? Не переключайтесь. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok